Приветствую вас и давайте разберем ваш вопрос Анастасия. Сын в 5 лет насмотрел за страшилок Cartoon Cat. Не знаю, что это такое, Cartoon Cat. Это, наверное, мультик, я так понимаю, про черно-белого кота, да? Такой рисованный. Мой недосмотр. Теперь боится ходить по квартире, просто проводит его в туалет, продать пока он все свои дела сделает, боится выходить отверт без меня, по подъезду идет, озаривается по сторонам. Как быть в этой ситуации? Ну, во-первых, Анастасия, во-первых. Важный момент такой, где папа, ребенок, как бы, ну вот. Очень, мне кажется, важно, чтобы отец был сыном, вот, чтобы он помогал преодолевать какие-то вещи, вот, чтобы он, соответственно, смотрел, сорваться на, на отца и видел, чтобы мышку выбраться перед головами. Вот, поэтому первый вопрос к вам будет именно такой по поводу папы, где отец. Это первое, первое. Второй момент, который хотелось бы зафиксировать, это то, что вы говорите про летосмотр свой. То есть, ну вот, вы посмотрели, что там. Я из этого могу, в принципе, сделать вывод, что, почему-то, что вы своего сына пытаетесь контролировать. Вот, из этого, в свою очередь, могу сделать вывод, что, вероятно, у вас есть некоторая тревожность. И, в этом я могу сделать вывод, что ваш торговец, в принципе, придала сыну. Вот, соответственно, ваш сын именно по этой причине такой вот воспринчивый. А, а не только потому, что там, посмотреть, страшно, вот. Дальше. Ну вот, тут прозвучала идея от моей коллеги. обратиться к детскому психологу, я не буду ни в коем случае не буду спорить с мнением моей коллеги, просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что, по моему мнению, вот вы говорите, да, по недосмотру, то есть сейчас это уже случилось, вас сын тоже видел, если он не будет тут смотреть, то с высокой долей вероятности его страх будет расти, вот. Поэтому мне кажется, что я бы с своим сыном поговорить как раз, вот, поговорить и идеальным вариантом было бы посмотреть вместе с ним то, что его так вот сильно напугало и вместе с ним как бы пройти этот момент. Это то, что вы, как родитель, ну вот реально можете у него сделать, на мой взгляд. То есть это вот то, что могло бы реально ему помочь. Вот, там же что-то, ну то, что вы делаете сейчас, да, вы просто как бы пытаетесь этот страх заблокать поглубже. Он, естественно, он, естественно, не заталкивается, но он, в принципе, и не должен, как бы, заталкиваться туда, вот. Если он будет, ну, так или иначе, выходить наружу этот страх, что, в принципе, нормально, вот. Поработайте со своей тревожностью, 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 вот. Я более чем уверен, более чем уверен, что у вас есть над чем поработать. Я более чем уверен, что у вас есть вот подобные, подобные страхи, но не такие, конечно, как у вашего ребенка, это очевидно. Соответственно, вам нужна помощь для того, чтобы самостоятельно, во-первых, от нее избавиться, вот. Вот, и чтобы ребенку она не передавалась, это она вашему ребенку, к сожалению, передает, ну, передает, ну, пока что. Пока что, вот. Ну, вот, наверное, какой-то вот такой ответ я могу вам дать. Вот, я не жду, что вы со мной согласитесь в полной мере, я не жду, что вы будете это делать, потому что вполне возможно, что к этому вы не готовы, вот. Вот, вполне возможно, что вам покажется это странным, то, что я предлагаю, но, на мой взгляд, это будет очень эффективным здесь способом. Вот, на место посмотреть, ребенок уже это посмотрел, он находится под достаточно сильными впечатлениями, вот. И, естественно, его пугает, не знает, что его пугает, вот именно, его впечатления, его эмоции, вот. А, скорее всего, он знает, что, ну, вот, то, что он делает, не совсем правильно. И, естественно, все перемешивается с чувством вины перед вами, вот, за то, что, вот, он посмотрел, что что-то, что ему, там, ну, не надо было, да, условно говоря, да, тут. Спрашивка этот. Вот. Вот. Поэтому тут, вот. Такой аспект. Так что, подумайте, подумайте, подумайте о том направлении, о котором я предлагаю. вам подумать. И посмотрите для себя возможность прохождения самостоятельной психотерапии. Ребенку вашему от этого будет сильно лучше. И вам от этого также будет сильно лучше. Но для этого требуется несколько вот пересмотреть свою позицию, пересмотреть свое отношение к воспитанию ребенка. То, что вероятно вы делали до сих пор не совсем эффективно. Ну не просто так он решил посмотреть страшилки. То есть это не просто так он их посмотрел и начал бояться смотреть. Это вполне вероятно, что ему хотелось и хочется, чтобы вы были рядом. Ему в какой-то степени вас не хватает. А вас может не хватать только по одной причине. Причина это в том, что он боится и тревожен просто сам по себе. То есть не в том дело, что он посмотрел какую-то мультик, условно говоря, да? И все, что он боится. И все, что он боится. Нет. Нет. Это повод. Не знаю, к счастью или к сожалению это так. Ну, наверное, для вас может это к счастью, но вообще это к сожалению. Ну, вообще вот. Если так вот несколько глобально на ситуацию смотреть, то это печально. Но вполне решаем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.